Друзья, вы просили обзор, обзор квадроцикликов, и вот, пожалуйста, как бы, ой, долгом того, что в комментариях было много, постараюсь разложить не сильно конкретно, еще не кого-то тему, но тем не менее, базовые вещи я зажжу, и самое главное, свое первое впечатление, собственно говоря, об этом аппарате. Для начала попробуем, да, навалить еще. А стыдно, как показывает в год, вот такие 4 км в час, друзья, мы просто сделали квадро спорта или обороты. Слушай, старт довольно уверен, но я думаю, что это не все, надо попробовать еще. Так, а ну-ка, кстати, ухабы, вот, почки проходят, довольно-таки меня подкидывает. Ну, стуха мягкая, как бы тут проблем никаких, но все-таки хотелось бы дать чуть больше плавности, причем на скорости, если же летать на какие-то ухабы. А ну, наверное, стоя, это оптимальный вариант. Вот как это будет выглядеть, но, к сожалению, я с этой камеры не смогу ничего сделать стоя. Друзья, дубль-два, попробуем, а разгон доста не получится сделать, потому что у него максимум идет где-то 70, но хоть что-то. Вот, кстати, о простоте. Вот, первая жизнь села на квадроцикл, честно, и опыта никакого у меня абсолютно не было. Чтобы научиться, мне понадобилось ровно 3 секунды. Вот, реально сел, воткнул, ничего сложного, управление легче легкого. Вот, получается, передача, их тут идет всего 3, передняя, нейтраль и задняя. Вот, и заводится, собственно говоря, зажиганием. И вот такой вот кнопочкой присутствует вот такой вот замечательный бревочек. Тут, кстати, есть и а-ля сигнализация, да? А вот, заводится очень классно. Вообще, вообще без проблем, вообще без проблем. Любимая, вот во всех, во всех видео, качество материала, да? Рама идет трубчатая, вся. То есть, как бы, в принципе, нагрузка он удерживает. Паспорт у тебя дает 130, то есть я еду с весом 80, как и моментом нет. Но мощности чуть не хватает, но, естественно, это детский а-ля. Детский а-ля уже такой взрослый, что-то среднее, что-то переходное. Поэтому, естественно, да. Минус в чем, что жопу подкидывает чуть-чуть, если резко навалишь газ, вот резко, чуть-чуть бывает кидает влево-вправо. Это раз. И, естественно, задний привод. То есть, если вы хотите реально побеситься на бездорожье, там, на каком-то жестком, это не тот вариант. Это не тот взрослый вариант, да? Где надо, можно там купить и гонять себе там по полю, по болотам. Но, в принципе, по какой-то пересеченной местности, по грунту, я думаю, вообще отлично. Проблем никаких не будет. Но, если вы там, к примеру, соточку весите, допустим, да, то как бы и 175 кубиков уже будет совсем грустно для вас, в принципе. Потому что у него и своего веса, там, идет 130, там, стопей по паспорту, 150, вру, вру, простите, килограммов. И, как бы, все, а рулится чуть-чуть-чуть-чуть-чуть туговато. То есть, и радиус разворота, выворот, вот, это все. Поэтому он идет такой значительный, в принципе, могло быть чуть-чуть получше. Так, корами мы разорвались, ну, а дальше идет пластик. И дальше, как говорится, пахнет китайцем, как он и есть, собственно говоря. Ну, в принципе, по его цене, который звучит в самом конце, нечему удивляться. Абсолютно нечему удивляться вот такому пластику. Потому что это самый бюджетный, в принципе, весь вариант, который, да, существует. Не чему удивляться вот такой обмоточкой, которая подтарчивается, скажем так, вот таким вот узлам. Да, вот таким вот. Это все нормально. Для Китая, для самого дешевого, это все нормально. Так, по габаритам. Он где-то метр двадцать плюс-минус, я думаю, идет вот. Багажник от защиты, до защиты этой передней. Плюс еще, смотрите, уже такой вариант предусмотрен, когда задний вот этот вот багажник, а-ля багажник, и передний вот эту решеточку. Сюда можно закрепить, определенные какие-то вещи, которые вам нужно взять с собой. То есть покатить, в принципе, на какую-то рыбалку, на нем, думаю, будет без проблем. Да, дальше самое главное, задняя ось. Смотрим. Вот тут вот у нас вот тормоза, вот как они выглядят. Это все, естественно, вот такой вот защитный. Но защита тоже попахивает Китая во всей своей красе. Тем не менее, она есть, дерьмо всякое, сюда лететь не будет, и при каком-то небольшом ударе, я думаю, тоже проблем никаких не будет. Но при небольшом, то есть, понимаете, да? Понимаете, задняя ось, в принципе, адекватно повышены, как для китайца. Люфта, как такового. Ну, чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем незначительно. Друзья, эта модель и другие еще, если вам эта тема интересна, есть на сайте. Внизу ссылочка, вы писали. Более детально, по характеристике, про возможности, про все, 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 все. Вам расскажет человек, который ответит вам на этот знак, если вам это интересно. Вы позвоните туда. Вот, но основное свое впечатление, в принципе, я сказал, то есть, пластик, конечно, остраясь желать лучше, но, в принципе, за свои деньги. За свои деньги. Такие практики начинаются от 40. За свои деньги от 40 на свою продатуру. Учитывая то, что это самый бюджетный китайец, по-моему, вариант довольно-таки неплохой. Самый меньше, что мне понравилось, это то, что чуть-чуть его кидает при резком разгоне. И то, что, конечно, зад бывает подпрыгивает, но тяжело. Вот, допустим, комфортно сидеть и наваливать там по бездорожью, скажем так. Но, тем не менее, он не совсем для этого, в принципе, создан. Поэтому, как такой небольшой бюджетный вариант для себя, там, чисто по двору погонять, поехать на рыбалку, вариант, вот, по-моему, много. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите, если вы хотите увидеть выпуск, какие еще другие модели. У нас есть и японцы, у нас много чего есть, поэтому. А я с вами прощаюсь. Ссылочки на магазин в описании. Всем счастливо. Всем удачи, всем пока.